Если посмотреть на Каму сверху, видно, лёд ещё не окреп. Местами рыхлый снег, местами вода. Толщина льда всего от 2 до 5 сантиметров, поэтому спасатели вышли на поиски на воздушных подушках и моторных лодках, а позже к операции подключили вертолёт и беспилотник. Льдина с пятью рыбаками откололась накануне вечером. На Нижнекамской ГЭС произошли колебания уровня воды. Вся поисковая работа по воде, по льду была задействована именно в суда, в воздушные подушки, и они обнаружили, нашли. Всего обследовано более 17 километров береговой линии и 9 квадратных километров водной акватории ниже по течению Нижнекамской ГЭС. Из ледяной воды удалось спасти одного рыбака. Мужчину 1980 года рождения госпитализировали с переохлаждением, а позже отпустили домой. Поиски остальных пропавших не прекращались даже ночью. Дно обследовала группа водолазов. Всего к поискам привлекли 147 человек и 35 единиц техники. Было определено, что одно судно будет идти по левому берегу, другое посередине центровой части и по правому берегу. Во время поиска по береговой части, получается, правого берега, проходили также спасатели, которые обнаружили торчащие из-подо льда ноги. Тело погибшего обнаружили всего в 60 метрах от берега. Мужчине было 36 лет. Еще одного рыбака 63 лет нашли чуть позже, в 250 метрах. Лед на реках Татарстана еще не окреп. Вот здесь, на Казанке, его толщина от 3 до 5 сантиметров. На Волге до 9, на Каме, в зависимости от района, от 0 до 10 сантиметров. Тем временем, безопасной считается толщина льда на реках, где есть течение не менее 12 сантиметров. Спасатели еще раз напоминают, зимнюю рыбалку лучше отложить до устойчивых морозов. Анна Городнова, Льша Таюпов, Данил Филатов, ТНВ, Набережные Челны.